В столице 6 часов. С новостями к этому часу вас познакомят сурдопереводчик Виктория Антонишина и я, Алмаз Ашим. Добрый вечер. Глава государства Нурсултан Азарбаев поздравил казахстанцев с Днем Благодарности. По словам президента, этот праздник символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний. Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что за время независимости в республике сформирована уникальная модель мира и согласия. Президент напоминает, что нынешнее поколение и особенно молодежь должно знать и помнить нашу историю. Это пример подлинного патриотизма и единства. Русултан Азарбаев пожелал казахстанцам счастья, мира и благополучия. И сегодня президент подписал указ о назначении Бакаджана Сагентаева государственным секретарем республики Казахстан. Ранее этот пост занимала Гульшара Абдыкаликова, которая в свою очередь была назначена на должность заместителя премьер-министра Казахстана. Чеченская диаспора в этом году отмечает 75-летие депортации из Кавказа. В далеком 1944 году сотни тысяч войнахских семей были насильственно переселены в казахстанские степи. Орбани Магомадову, который сейчас проживает в Алматинской области, на тот момент было всего 4 года. Но он отчетливо помнит и тот суровый февраль, когда их высадили посреди голой степи, на незнакомой станции и то, как тепло их приняли местные жители, делясь последним. В гостях у Аксакала побывал наш корреспондент Адильхан Сахари. Орбани Магомадову было тогда всего 4, но тот промозглый февраль 44-го он помнит в мельчайших подробностях. Их загнали в товарные вагоны и больше недели куда-то везли. Многие были легко одеты, без провизии. Некоторые не выдерживали и умирали. Их тела оставляли в степи, даже не предав земле. Магомадовых и несколько десятков чеченских семей высадили на станции Элепцы. И затем еще около двух сотен километров гнали пешком. Поселили в землянках, в домах местных жителей, которые и сами едва сводили концы с концами. Не было ни угля, ни дров. Чтобы хоть как-то согреться, жгли камыш. Казаки помогали, семья там, что есть, тем поделил. Вот помогал. Айран давал нам, курт давал, иремчик давал. С местными поначалу изъясняли жестами, но вскоре освоили язык. И сейчас для Орбани Магомадова казахский как родной. Да и сами казахи стали ближе, чем родственники, оставшиеся в Чечне. Трижды он бывал на Кавказе, но всегда тянет назад, в Казахстан, признается Ахсахал. Свои корни на казахской земле пустили его дети и внуки. Отец нам всегда рассказывал, как казахи помогали, как хорошо они приняли нас. Делились последним куском хлеба. Благодаря казахам они вот так выжили здесь. И всегда нам тоже передает о том, что надо быть благодарными. И мы детям своим передаем, рассказываем. У Орбани Магомадова четыре дочери и одиннадцать внуков. Этой весной он отметит свое 80-летие. Соберет за одним дастарханом свое большое семейство и друзей разных национальностей. И снова поведает о своей непростой судьбе и чудесном спасении, которым обязан казахскому народу. Адильхан Сахарик, Уанна Штыргенбаев, Хабар 24, Алматинская область. Свыше полутора тысячи благотворительных мероприятий пройдет в этом году. В том числе окажут помощь нуждающимся семьям, многодетным матерям и сиротам на сумму 126 миллионов тенге. Об этом на брифинге, приуроченном ко Дню Благодарности, рассказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Виталий Творионос. Спикеры еще раз напомнили, что главная цель праздника – это укрепление единства народа. Также на брифинге назвали несколько имен меценатов, которые оказали большую помощь своему краю. Будем говорить о господине Бенетиса. Это ведущий мировой кардиолог, который приезжает в нашу страну и практически бесплатно на территории Казахстана делает уникальные. Также хотелось бы сказать имя Владимира Лыткина из Жамбульской области. Он построил спортивный комплекс «Толпар». Также Никол Ким, который в Шуйском районе построил детский сад на 635 миллионов тенге. Сегодня партии Нур-Отан официально исполнилось 20 лет. 1 марта 1999 года считается днем образования ведущей политической силы страны. Тогда был проведен первый учредительный съезд еще партии ОТАН, которую в свою очередь создали на базе предвыборного штаба кандидатов президента Республики Казахстан Нур-Султана Назарбаева. По случаю памятной даты в здании центрального аппарата с участием ветеранов партии и новичков прошло торжественное мероприятие. Прошедшие 20 лет стали периодом созидательного труда, продуктивной работы во благо нашей страны по реализации политики Ельбаса. И мы фактически стали главным проводником политики президента Казахстана. Сегодня перед страной Ельбаса поставил еще более масштабные стратегические задачи. И наша с вами общая задача быть действительно надежной опорой нашему председателю партии и быть надежной опорой в реализации его программы модернизации Казахстана. В день 20-летия первый заместитель партии Маулиан Шимбаев торжественно вручил 20 партийных билетов самым активным казахстанцам, которые пожелали вступить в ряды политорганизаций. Это люди самых разных профессий, предприниматели, инноваторы, стартаперы, ученые, журналисты, деятели искусства и другие. После церемонии новоспеченные нуратановцы рассказали, для чего они вступили в партию. Та политика государства, которую проводит Ельбаса, наш президент и вообще наше правительство, это хорошая политика государства. Но для того, чтобы она доходила до масс, все-таки, я считаю, еще надо работать. Потому что много людей, которые находятся в глубинке, с ними нужно иметь, знаете, очень тесную такую большую связь. И я бы очень хотела, насколько это возможно, чтобы я могла воплощать эти хорошие идеи и была, как бы, знаете, проводником. Казахстан заинтересован в финских технологиях производства энергии из отходов. Об этом на заседании Межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил министр энергетики Канад Бузумбаев. По его словам, на сегодняшний день Финляндия перерабатывает 97% отходов, тогда как в Казахстане этот показатель на уровне 11,5%. В планах правительства увеличить долю переработки до 50% в ближайшие несколько лет. По итогам переговоров стороны договорились приложить максимальные усилия для расширения имеющегося потенциала экономического сотрудничества. Отмечу, товарооборот между Казахстаном и Финляндией за прошлый год составил почти 266 миллионов долларов. Нужно привлекать финский бизнес, ноу-хау, капитал и внедрять. Если законодательство нам не позволяет это делать, то нужно менять законодательство. Поэтому мы в этом году разрабатываем, значит у нас идет работа над новым экологическим кодексом. В рамках экологического кодекса мы внесем необходимые изменения и в другие законы, в том числе будем просить о внесении изменений в налоговый кодекс, получение преференции для отрасли, которые практически не существуют, то есть получение энергии из отходов. После визита Нурсултана Назарбаева в Финляндию в октябре прошлого года была определена работа по четырем основным направлениям – зеленая экономика, сельское хозяйство, образование и энергетика. Во время межправительственных комиссий мы намечаем дальнейший план действий, надеемся на плодотворное сотрудничество. Историческое событие произошло в университете «Мечты США». Именно так называют Нью-Йоркский университет, который закончили более 30 нобелевских лауреатов и 19 обладателей премии «Оскар». Впервые в его стенах открылся казахстанский клуб «Намат». Студенты этого престижного вуза совершают путешествия в нашу страну, не выходя из учебного корпуса. Танец «Камажай» привлек внимание вечно занятых студентов этой «Альма-Матер». Публика притаилась и с интересом наблюдала за движениями «Арай-Найман», которая так грациозно двигалась в такт музыки, сопровождающей казахский танец. Впрочем, в Нью-Йоркском университете, где обучаются 50 тысяч студентов со всего мира, достаточно сложно чем-то удивить. Начиная с 1831 года здесь видали много разной экзотики, так что собрать теперь вот такую любопытную публику непросто. Казахстанский клуб «Намат» открывает новую страницу истории этого старейшего американского вуза. Его создатели намерены знакомить с искусством, культурой и традициями страны Великой Степи. Находясь далеко от своей страны, хочется чувствовать себя как дома. Делиться нашей культурой, нашими традициями, с нашими обычаями. В будущем они могут приехать и посетить наш любимый Казахстан и узнать больше. И этим же мы будем развивать туризм. Разнообразная музыкальная программа, книжная выставка, знакомства с туристическими достопримечательностями и кухней Казахстана позволили зарубежным студентам совершить экскурс в нашу страну. Особое внимание привлекла презентация проекта «Гоу-Намат» для волонтеров, у которых появляется реальная возможность посетить нашу страну и преподавать английский язык в разных казахстанских регионах. «Открытие казахского клуба «Намат» сегодня – это круто. Я реально увидел разные стороны казахской культуры и то, как сами казахстанцы гордятся своей страной». «Это мероприятие очень интересное и дает возможность узнать больше о Казахстане, к культуре, национальной кухне. Хочется в будущем больше таких казахских вечеров». Мелодии Дамбры колоритно дополнили атмосферу клуба «Намат». Вот когда по-настоящему можно понять душу казахского народа. Гости вечера ближе познакомились с новым для них двухструнным инструментом. Проявили интерес к новому клубу в Нью-Йоркском университете и наши дипломаты, которые предложили использовать эту площадку для продвижения казахстанских культурных проектов. «Наш регион в Центральной Азии представлен нашими студентами, Дарханом и Айнур, которые смогли собрать группу наших студентов и создать этот клуб. Это будет потенциально развивать отношения в разных отраслях, включая туризм, потому что большой интерес есть к нашему региону. И я думаю, это впервые на базе университета. Данная платформа дает возможность именно на базе инфраструктуры университета создавать и проводить мероприятия». Нью-Йоркский университет предоставил клубу «Намат» аудитории для изучения казахского языка. Среди желающих посещать эти курсы оказалось немало американцев, которые вместе с детьми открывают для себя далекую страну в Центральной Азии, ее язык и культуру. «Я из Венесуэлы и мои самые наилучшие пожелания казахстанцам, которые открыли для меня необыкновенную страну. Я мало знал о вашей культуре и традициях. Это прекрасно. Я чувствую, что мы должны сплотиться и быть вместе». Символично, что открытие казахстанского клуба «Намат» в американском университете проходит в год молодежи. И наши студенты в крупнейшем мегаполисе США поддержали его цели на деле. Майра Драхманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США. Продолжаем выпуск. Профилактика коррупции и повышение качества оказания госуслуг. Филиалы ведомства, которые курируют эти вопросы, провели День открытых дверей. В общей сложности Центральный аппарат, а также территориальные подразделения агентства посетили без малого 2000 человек. В основном выпускники вузов и студенты. Молодых людей интересовало, какие требования предъявляются к кандидатам на госслужбу, а также где самые высокие перспективы карьерного роста. Большая часть молодежи изъявила желание в дальнейшем участвовать в конкурсных процедурах при занятии вакантных административных должностей. Граждане же, которые посетили Национальное бюро, интересовались особенностями работы оперативно-следственных подразделений. Ранее в агентстве назвали три госоргана, которые лидируют по количеству желающих там работать. Это аппарат Сената, в среднем 17 человек на место, управление делами президента, 14 человек и непосредственно само антикоррупционное ведомство, 12 соискателей на одну вакансию. В регионах больше всего кандидатов в городах Астана и Алматы, а также в Мангастаусской области. Свыше 12 тысяч специалистов в обрабатывающей промышленности на сегодня не хватает в Казахстане. Такие цифры назвал мажористмен Мейрам Пшимбаев. По его словам, дефицит кадров намерены устранить за счет взаимодействия предприятий с вузами и колледжами. Например, между Союзом машиностроителей Казахстана и Казахским агротехническим университетом имени Сакина Сейфулина заключен меморандум о взаимной поддержке. Двустороннее соглашение, подписанное в рамках Года молодежи, предусматривает подготовку квалифицированных специалистов в области машиностроения. Для проведения практических занятий по робототехнике объединение передало в вузу специализированные учебники и оборудование. Таким образом студенты смогут получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Наш меморандум, я думаю, за ним будут продолжатели. Есть и другие ассоциации, промышленные союзы, крупные предприятия промышленности, машиностроительные предприятия. Они все последуют нашему примеру и будут поддерживать наши университеты, колледжи в оснащении специальным, высокотехнологичным, инновационным оборудованием, чтобы мы на выходе получали также высококвалифицированных специалистов. Ярмарки прикладного искусства и национальных блюд, а также музыка представителей разных этносов, проживающих на территории нашей страны. В столичном доме дружбы отметили один из самых молодых казахстанских праздников – День Благодарности. Для потомков-переселенцев это возможность вспомнить и отдать дань памяти своим предкам и тем, кто помог им когда-то освоиться на казахстанской земле. Сегодня чуть живы те, кто были сюда привезены. И если это что-то собрать, это кровь и слезы. Честно говоря, тяжелая информация, но это тоже пришлось пройти им. И когда приехали сюда, разные были варианты, когда куда-то поселяли, когда никуда не поселяли, просто в степь. Но самое главное, что первые, кто ее встречал, оказались казахи. В разные годы первой половины прошлого века на территорию Казахстана, по разным данным, насильственно было депортировано свыше одного миллиона человек. Это представители более ста этносов со всех уголков Советского Союза. В результате нескольких миграционных волны образовался уникальный многонациональный казахстанский народ. Оттуда же и традиция помогать тому, кто оказался в беде, независимо от его национальности, веры и языка. В помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, один из общественных фондов в фойе Дома дружбы организовал ярмарку и сбор средств для восьми семей из Караганды. Ровно год назад их двухэтажный дом сгорел практически дотла. На строительство нового требуется примерно 120 миллионов тенге. Это большое дело, я считаю. На сегодняшний день фонд помогал и будет помогать построить жилье и обеспечению работы малоимущим семьям. Фонд общественный. Поэтому он будет помогать неделя на нации, на религии. Фонд будет помогать всем. В год молодежи в Уральске разработана целая программа по поддержке юных талантов. Целую плеяду их воспитывают в детских дворовых клубах. К примеру, в Зачаганском клубе «Байтирек» занимаются около ста школьников. Здесь для них открыты различные секции. Игры в шашки, шахматы, прикладное искусство, танцевальные и вокальные кружки. Каждый месяц дети готовят для родителей и педагогов концертную программу, где с гордостью демонстрируют свои успехи. К слову, Уральск – один из немногих городов, где работают дворовые клубы. Сегодня в областном центре их 18. Занятия по интересам в них нашли свыше 2000 школьников. Педагоги просят увеличение финансирования на эти цели, ведь такие клубы помогают детям интересно и с пользой проводить свой досуг. Я хожу в детский клуб «Байтирек». Мне очень нравится детский клуб «Байтирек». Там очень много рисования, танца и пения. Мне нравится танцевать, и я в свободное время хожу в танцы. Считаю, что эти дворовые клубы очень нужны. Они воспитывают детей, их таланты выявляют. Дети у нас участвуют в конкурсах и в Алма-Ате, и в Астану ездят. Есть уже лауреаты, чтобы не бегали, где-то не хулиганили. Наоборот, я считаю, что нужно развивать детям, помогать, чтобы они пели, таланты свои развивали. В Петропавловске открылась уникальная выставка тактильных картин. В Музее изобразительных искусств впервые представили рельефные копии работ известных казахстанских художников. Подготовили необычную экспозицию детей из художественной школы. У людей с нарушением зрения появилась возможность в буквальном смысле прикоснуться к прекрасному. Благодаря особой технике изображение с полотна можно считывать руками. Цель этого социального проекта – сделать произведения живописи доступными для незрячих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До скорого! Редактор субтитров А.Семкин